Всем привет дорогие друзья, с вами Катархонт и сегодня у нас день победы 4 и мы продолжаем нашу кампанию завтра в Венгрии в моде на первую мировую войну. Многие наверное по нему скучали, я не знаю даже на самом деле, то есть кампания конечно выиграна 100%, но к сожалению она еще будет длиться очень долгое время, потому что нам надо выбить всех союзников. Так-то она выиграна, то есть вы видите какая селища у нас в руках, хорошая производство, все хорошо, единственное надо как-то умудриться дождаться пока гражданка здесь закончится, захватить Советов, либо Российскую империю, потом выйти в Республику Китая, в Японию, уничтожить всю вот эту территорию и дальше уже зачистить в принципе острова. То есть это недолго, но муторно просто, очень, не сложно точнее, но долго и муторно. Вот, так, давайте во-первых посмотрим, мне очень не нравится то, что у нас тут, как бы это сказать, очень странное расположение частей однозначно. То есть части у нас стоят, мягко скажем, очень неправильно. Дождите-ка, вы четверочка, половинку сюда вот, остается в итоге двоечек, отлично. Так, отсюда. Стаешься так, давайте покрасим этих, ой боже мой, так, подождите, давайте сначала разберемся с теми армиями, которые у нас есть. 24 части, пытающиеся охранять каким-то макаром Францию, вообще-то как-то не очень правильно стоят. Я понимаю то, что враг может и разбить их легко, но какие у нас шаблоны-то вообще на этой дивизии? Ну, и что, они могут выстоять, что как. Так, поэтому я не вижу смысла их сдерживать. Так, думаю, по две части везде это будет идеальным планом. Надо же как-то спасать нашу германскую империю, которая здесь вообще в оборону не хочет. Так, вы кто? 38, давайте-ка новый театр. И это будет у нас Испания, наверное. Ну, куда ты, в Сравенгерский театр? Давай-ка тебя на Испанию отправим. Думаю, там они не против будут плывать. Так, отлично. Что у нас в итоге? Остается две части пополам, и на быстрое передвижение их отправляем, 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 отправляем в Монт-Пелье, да? А в Монт-Пелье нету ничего. То есть здесь даже высаживаться бессмысленно. Прекрасно. Куда тогда? Так, ну ладно, тогда половинку и отправим вас вот сюда вот. Отлично. Ну, я просто смотрю и ищу, куда же можно их вообще отправить. Потому что я понимаю то, что как-то не очень все это идет. Так, вас и вас. И я отправляю быстренько вот сюда вот. Потом половинку вас я отправлю сюда хотя бы, потом переправим туда. Не знаю, зачем я даже так укрепился здесь тщательно прям. Смотрите, какое тщательное укрепление это я сделал. То есть я реально здесь пытался, не знаю, что сотворить. Так, вас сюда. Что у нас тут, 6 тысячи, 6 отрядов, да? Давайте двоечку это мы отправим с совами. Даже не знаю, в Киль, наверное, да? В Гамбурге тоже. Нет, в Гамбурге ничего нет. Так, отлично. И куда нам 15 этих частей идят? Ох, боже мой, куда бы их всех деть вот теперь? Знаете, такой вопрос, куда теперь их всех деть? Так, давайте вас в Росток. Я не думаю, что высадку где-то здесь можно ожидать. Но на всякий случай, как говорится, надо бы подстраховаться. Так, все, вот эту армию мы благополучно отправили куда надо. Кто вот эти вот? Это 24 вот солдата, да? Прекрасно, ребятки, стоите без дела. Ладно, их пока мы оставим. Карло фон Фанзер Балтина. Им, наверное, еще даже 24 вон ту потом дам. Так, 15 частей. Они готовились к высадке, но высадка явно не пойдет. Поэтому отказываемся и кидаем ее в мусорку вообще. Смысла в этом нету. Флота у нас нету. Авиация нас не зарешает. В итоге вот эти вот части, 15, свободны. Мы их, естественно, быстрым шагом отправляем в район, хотелось сказать, датского королевства. Можно, конечно, забрать. Ну давайте, в принципе, почему бы и нет. Сколько там у Дании? Ага, 3,5. Прекрасно. Заберем Данию, хоть новую территорию под свой контроль возьмем. Так, 15 частей отправили. 44. Это у нас часть расположена на территории... Украины, короче. Украина, значит, да? Которую мы и так благополучно неплохо с вами забрали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что дальше-то делать? На Советскую Россию или еще на кого-то нападать сейчас бессмысленно. Вот есть Греция есть. Вот греческий кризис явно здесь был бы неплох. Тогда давайте вас быстренько переправим вот сюда вот. И вы у нас пойдете в атаку на Афины. Так, давайте тогда вас в новый театр уберем. Зовем мы его с вами Грецией. Ой, ну конечно. Длинные названия такие. Греция. Греция. Привет, говорится. Привет, Греция. Отлично. Так, разбираемся постепенно с лишними отрядами. Так, а ты не хочешь так? 15, 24. Мы пока оставили. 22. Это у нас все части... Ой, все части левые. Понятно. Все части левые и бестолковые. Они в целом обороняют у нас территорию Италии. Пытаются, по крайней мере, это делать. Уже неплохо. На самом деле попытка, как говорится, уже дело хорошее. Еще бы это все удачно было. Так, ну да, вот они все. Так. Теперь мне очень, очень интересно, что у нас за войска обороняют порты. Как я вижу, здесь большинство частей относятся... Давайте-ка вас всех вот сюда. Вот, ребятки. Всех вот в пятнашку. Даже, наверное, сделаем вот так вот. Или генерал у всех их. Не, плохо. Так, вот эти вот все войска мы отправляем вот сюда. Вот я знаю, что переполнение, то, что в итоге штраф 25. Ага, будут снижены. Ну и ладно. Светозар. Болонский. Так, хорошо. Здесь у нас вон четыре части. Которые, наверное, оставлю и тоже отдам ему, да? Только я с ним немножко подработаю. То есть слишком много в одном месте. Даже не знаю, куда отправить. Ладно, оставайтесь так, как есть. Это все остальные, да? А куда я вас это отправил? Так, вы идете сюда. Отлично. Так, смотрим, что здесь еще по берегам. Вот войска и вот войска. Да, они все относятся тоже. Так, сюда. Сюда. И сюда. Ну, оборонную-то линию нам все-таки как-никак надо бы выстроить. Извините меня, очень важно. Так, это у нас получилась оборона, оборона, оборона. Можно сказать, юга, да? Тогда это и назовем как надо. Юга. Юг. Юг. Обр. Юг-Обр. Отлично. Юг-Обр. Южная оборона. Так, хорошо. Ну, с этим, наверное, давно надо было разобраться всем этим делом. Так, это пока бездельники. Это у нас части тоже бездельные. Ну, и можно, кстати, подготовку врубить. Пускай немножко подкачаются. Так, и 15 частей. И вот тут без дела, да, стоят. Я не знаю, кстати, вот эти части надо бы куда-нибудь свести. А, во. Знаете, как их вот сюда вот. Отлично. Пойдут повоюют. Так, смотрим. Это у нас просто прекрасный генерал, у которого 149 армия, которая стоит без дела и радуется чему-то. Надо ее применить. По навыкам мы явно отшлифовываем. Видим то, что у нас... Ага, ага. Берем фельдмаршала. И вот эта армия у нас встает сюда. Вместе, между прочим, с этим другом. Так. Другой вопрос. У Испании сколько частей? Мало частей. Поэтому нам надо будет быстренько умудриться здесь прорваться. Надеюсь, то, что нам это удастся. Очень в это верю и надеюсь. Так, эти части отсюда уйдут. Другой вопрос. Я вроде бы туда отправил. Да, отправил. Хорошо. Это у нас оборонные части. Им надо явно генерала. Давайте-ка поставим им хотя бы вот так вот. Так. 25. В обороне участвует. 15. Не участвует. У нас участвует в обороне, между прочим. Вот. Юг. Да. Теперь, наверное... А, подождите-ка. Да, его повысить бы и все. Получаю обратно третий навык. Радуюсь. То есть, можешь спокойно оборонять. И все будет просто отлично. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Что нам дальше делать? Точнее, не что нам дальше делать. О чем думать дальше? Так. 148 частей у нас стоят без дела просто. Но на самом деле, да. Я не знаю, куда их применить. Я не знаю, куда их применить, ребят. То есть, реально нету тех направлений, где они могли бы пригодиться. Так. Подождите. 15 же этих частей. Точно. Я же хотел вот сюда вот вас. Да. Между прочим. Так. А тогда нам надо бы какую-нибудь помощь послать. А. Вот. Я же веду эти 15. Ну, все правильно. Тогда все окей, дружочек. Тогда иди сюда. Все. Успокоились. Так. Где у нас другая пятнашка? Шестой навык идет. Ну, да. Давайте-ка новый театр. Пока-то никаких историй не было. Так. Дайте ему. Дания, да. Знаете, такая серия очень данрия. Ну, конечно. Серия таких изменений всяких. И реструктуризация армии, которая была раньше под единым началом и теперь стала какой-то странной. Ну, ладно. За это время мод, конечно, тоже поменяли сильно, поэтому ой-ой-ой. Его продлили. Очень хорошо. Как видите, да? Получаем с вами возможность тут кучу всего исследовать еще. Ой, у нас же новые горные стрелки появились, да? Ммм, как классно. Ну, что у нас тут есть? Тут на 18-й год все исследовано. Ой-ой-ой. Как круто-то. Даже не знаю, что сказать. Так. Гаубица, гаубица, гаубица. Здесь тоже на опережение. Бронетехника у нас с вами 22-й год, но тоже рано. Так, здесь доктрины исследованы, исследуются дальше. Моя любименькая, между прочим. Ой, флотик, флотик запущен. Да, зато доктрина на флот не запущена. Гаубица как-то идет так. Машиностроение. У нас тут шифрование-дошифрование появилось ранее, да? Давайте возьмем. Такое дело выпускать нельзя все-таки. Так, что дальше? У нас тут он производство идет, да? Угу. Угу. Карл первый. Ну что, Карл первый, ты это... Ой, у нас 808 очков. Можем призыв повыше сделать, но как-то, знаете ли, не нуждаемся. Так, рабочая лошадка, военные заводы, авиабаза, да? Есть кто-нибудь там интересный? Нет. Военный теоретик 1. Атака, защита, кавалерия, мотопехоты. Можем только на флот. Понятно, опыт, укрепление, скорость состояния укрепления, либо защита дивизий. Угу. На самом деле... На самом деле... Давайте, наверное, все-таки поставим на оборону. Получаем он под флот и атака крупных кораблей. Тоже заменяем. Чуть странный выбор, на самом деле, в некоторых местах я смотрю. Так, здесь мы на конструкторах кораблей. Без всяких негативок, да? То есть можно было бы, на самом деле... Ой. Тогда у нас подлодки, конечно, улучшатся, но у нас пострадают крупные корабли. Ладно. Не будем крупные заставлять страдать. Так, что у нас в производстве? Сминцы, линкара, дредноуты, ранние легкие танки, разрушители, автотранспорт, артиллерия, артиллерия... Нам бы резинку. А резинами все торгуют, те, кто с нами во врагах. Отлично. Значит, нам нужен Сиам. Значит, нам нужен Сиам. Отлично. Значит, надо забрать Сиам. Хорошо. Ну все, запускаем время. Надеюсь, что пойдет все удачно и хорошо. Окончание Синиханьской революции. Поздравляю. Мне тут интересно, на самом деле, как тут Российская империя, сможет ли что-нибудь она сделать. 38,1 против... Фабрик просто у Советского Союза же есть сколько, а у тебя почти нет. Так, поставить добровольцев. Не могу, к сожалению. Ни туда, ни туда, то есть... Давайте начнем ленд-лис пехотки. Один раз в размере... Давайте от 30 тысяч. Нет, давайте тогда уж... Знаете, да, давайте сделаем вот так вот. Не 30, а, наверное, 100. А что, он такое число не знает? Ладно, давай тогда 90 тысяч. Держи. Ленд-лизик такой, знаешь? Погоди! Погоди! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ленд-лиз! Ё-моё, ребятки! Вы что там, 530 тысяч собрались отправить? Алло! А-а-а, минус 537 тысяч. Ё-п-три, у меня задуга. Алло! Так, погоди! И вы что, меня хотите без оружия оставить? Боже мой, решил помочь, называется, да? Так, изменится ленд-лиз. Вот. А мы можем брать тот ленд-лиз? Я на самом деле боюсь, ребятки. Что-то я немножко тупанул, на самом деле. Слишком много им отдал. Ну, ладно. Так, у нас тут бессмысленно атаки, что ли, идут? Или что? Да. Ой. Как он хорошо-то вдруг в атаку-то пошел. Ну, давай. Да мы ж мы тебя не выдавим. Выдавим, еще как выдавим. Так, возвращайся. Все. Враг выдавлен. Между прочим, хорошая оборона. Посмотрим, как он тут сможет против нее что-нибудь сделать. Так. Дания, привет. 125 дней оправдания. Ну, долго что-то. Ладно. Цель тебе одна. Я думаю, ты понимаешь, что чуть и надо. Готовься. Весь мир пускай узнает то, что мы на Данию собираемся. А весь другой мир пускай знает то, что мы собираемся на Грецию. Так. Отлично. Такие наши планы удаются, да? У меня другой вопрос. Я первую часть Ландлиза-то им отправил вообще? Нет еще? А, время идет медленно. Так, из Митландии. Давайте пехотку мы всего-навсего. Раз, два, три, четыре, пять, ой, десять тысяч, сто тысяч. Окей. В итоге получается... Тысяча, тысяча. Техника, необходимо, произведено, переведено. Три процента. Все, радуйтесь. Цари, цари. Колчак. Я не знаю, я Колчаку даю на самом деле хороший буст. То есть ему можно пока не париться о производстве. Ну, извини, конечно, то, что я Артуэму не помогаю. Ну, тут уж... Знаешь, у меня тоже не полно денег. На это дело. Я тоже не богач. Погодите, а я ему не сто тысяч случайно послал? Трагоди. Сейчас у меня немножко затупончик, но... Я ему отправил... Пять нулей, ну все, тысячу. Что-нибудь так-то? Все правильно. Все. 100 тысяч, как и хотел. И что у нас с флотом с нашим? А, он же был немножко подбит. Ну, как немножко? Он был полностью почти убит. Ладно. Я помню, в одной из серий я этому очень сильно восхищался. Ибо наш флот... ...очень воинственно и красиво, конечно же. При этом еще и красиво умудрился слиться. Так, где у нас там на Южной Греции, Испании? 39 тысяч. Я вот не знаю, хватит ли им или не хватит. Ну, вообще должно хватить. Давайте тогда сделаем простое дело. Давайте докачаем эту часть и отправим их тоже на Испанию. Пускай у нас будет огромная, сильная, бравая армия, направленная на Испанский фронт. Ну, надо же нам развить авиацию, да? Ой, а тут что у нас? Усиление военно-морских сил. Ух ты! Цепелин, бомбардировщик. Ух ты! Дирижбамбель. Ну, я, конечно, не... Изучить сербский экспансионализм. Послать Болгарии войска. Аннексия Боснии и Керцеговини, к сожалению. То, чего уже никуда нам не запихать. Это уже прошло-проехало. Укрепление границ с Россией. Ну да. Угнетать меньшинства запретить запрет на языки меньшинств. Политика базовая, зато получим бонус. Дайте народные усилия, да, опыт армии, потом возвести. Ну, ладно, инфраструктуру, опыт, политическая власть, авиабаза. Да. Бюрократия. Ого, фабрика. Опыт армии, политическая власть, военный завод. Взменить тройственный союз. Укрепить связи, отдать взору. Да чего ж за... Это нам тоже уже не нужно. Ладно, давайте возьмем развитие строительства. Давайте будем бустить тебе фабрики. Бесплатные фабрики раздаются налево и направо. Ну, давайте так уж. Так, все, он готов. Берем его сюда и 64 дивизия. Конрад у нас поведет. Конрад, готовь эту страшную, сильную, мощную армию к этой битве. Пехотное полевое вооружение, да, у нас. Как-то оно не очень сильно пополняется. Кстати, как и допка надо очень много. Но ничего, пополнится, не переживайте. Мы готовы к главной войне на всех фронтах. Мне вот интересно, только вот с этой войной что делать. А что? А, османы же не вступили в эту войну. Точно. Точно, точно, точно. Точно. Но они готовы вступить, то есть они скоро объявят войну и война пойдет. Давайте мы далеко здесь зашагивать не будем, то есть далеко очень двигаться не будем. Но на крайняк я хочу взять хотя бы Каир. То есть вот выйти хотя бы на Нил, на территорию Нила. И там что-то раздвинуть. Тонки вон стоят. Простенькие. Так, а по укреплениям? Нам, конечно, это так по укреплению вообще не сдалось. А тут что? Липийский регион. Вражеские истребители. А, ааа, у них же тут база. Точно, 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 точно. Ну, давай тогда я тебе сделаю вот так вот. Подготовка продолжается. Бусть только то, что нас немножко выбьют за это. Ну, ладно. Ну, Португалия, привет. Я на самом деле сейчас собираюсь к Португалии. То есть я хочу оправдать цель для войны с Испанией и направиться в Португалию. Опа-на. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. 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 Османам-то нужна помощь. Блин. Блин, 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 блин. Та-та-та-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. 11 дивизий. Быстро маршем. Каким-то макаром успевают перебросить сюда. Я очень в это верю, потому что тут полно вражеских частей. Ой, 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 не успевают. Ну, не успевайте, так не успевайте, я аж что сделаю. Заперная рота третьего уровня. Во, хорошо. Получаем укрепление, бонусы. Прекрасно. Так, здесь мы можем еще с вами взять... Ой, разведроту, бонусы на разведроту. Ну-то, между прочим, интересненько. Бонусы к разведроте, это всегда было прекрасно. Ай, ладно, давайте мы с вами сейчас возьмем дешифрование, крипто-анализ. Ну, у нас части-то вообще бегут, 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 бегут. Исманская империя войну... А, Хиджаз призвала. Я думал, что войну Хиджазу объявила. Нет, она просто призвала Хиджаз. Так, ты тут это без дела не стой, атакуй дальше. Тоже без дела не стой. Что-то как-то знакомо мне это все. Когда-то в свое время мы также атаковали, играя за... Как уж мы играли-то тогда? Ой, сколько тут частей-то врага. Вы прям... Да я прям не нарадуюсь, знаете ли. Давай, самоубийство на атаку. Смотрите, просто показатели наших дивизий. И показатели вражих. Вот это ты зря. Вот это ты зря, дружочек. Ну, зря же я тебе говорю, зря. Да куда? Вот сюда, вот смотри. Одна дивизия, она один. Все. Японская дивизия. Без командующего. Ну, я думаю, тут должен однозначно победить. Сдерживание открыли. Вот. Организация дивизии плюс 10. Отлично. Просто бонус очень вовремя. То есть орга у нас сейчас будет просто на уровне, я не знаю, боженьки. Наша дивизия сейчас явно буст получит очень хороший. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Вот куда вы успели уйти-то, а? Ох. Изверги. Так, через реку, я думаю, тут уже не продаем. Нет, продавим. Ударяемся продавить, между прочим. Так. И сразу же отошло третьему рейху. Ну, прекрасно. Я уж тут успел порадоваться. Думал, нам тут сейчас территория. Ага. Конечно. Бери и радуйся прям. Это все отсюда, да, высадки? Ах ты. Так, у нас тут 9 части. Вы вообще готовы? Нет, здесь еще ждать просто очень-очень долго. Нам надо захватить территорию однозначно. Так, а это что такое? Победа нашего в Османском флоте и нашей авиации против одной лодки. Соединенных Штатов. Так, Синай мы отобрали. Мы, наверное, на территорию реки вышли. Вот это вот сюда проблемно было пересечь. Но у нас тут, к счастью, сил-то намного больше. Поэтому врагу здесь явно не сдобровать. В итоге отдали опять же Османам. Османы попросить регион Синай. Можно? И Кувейт. Нет, давай Синай тогда. Даже Синай. Ура! Мы получили целый регион Синай. Без фабрик, без всего. Но зато наш. Вообще, вот этот пролив надо забирать. Хотел только в контратаке пойти. Так, он меня задержал. Так, половинку отсюда мы отправляем в Каир. Наверное, самую менее... Так. Так вот. Распределим наши атаки. Вот, отлично. Вот так, вдавливаемся в Африку. На самом деле, война в Африке. Мы не будем ее особо чем-то там нашпиговывать, чем-то там стараться. То есть, это не наше дело. Мы не будем даже этим заморачиваться. Я просто хочу пробиться и Синай захватить. То есть, чтобы вражеский флот здесь уже не мог проходить. Это очень важно, в частности, чтобы враг здесь не мог никогда ничего сделать. Так, мы получаем вроде как возможность на победу, но наши части пока не входят. Вошли. Сейчас, значит, победим. Надо захватить эти острова, выгнать врагов отсюда, оттуда. Так. Он хочет нам отдать 32 части. Нет, Сосман, давай сам. Пожалуйста, хоть разочек в своей жизни сделай все сам. Не надо полагаться на меня, на еще кого-то. Делай все сам. Я в тебя верю. Молодец. Я в тебя верю. Верю, 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 верю. Так, ну ладно, мы немножко дальше прошли, чем я хотел. Но все равно. Это важное дело. Мы укрепляем наши позиции здесь. И тем самым, конечно, сикар отбираем здесь фабрики. Ну и на самом деле отвлекаем вражеские силы. То есть никакие высадки за все это время даже и не планировались и не проходили. Что на самом деле очень странно, так как высадки-то можно было сделать. Ну, что-то как-то не захотели. Да. Как у нас там поживает... Ой, что-то как-то Российская империя, я смотрю, не очень-то живет. Хотя военных заводов, что там, что там... Знаете, раз-два я обчелся, ребят. Просто смешно. Так, Болгария хочет нам дать. Или 14 дивизий. Ну, давайте примем. Болгарские дивизии. Вообще, а то, что ли, типа сюда включать? Ага, боже мой. Нет, давайте кому-то... Ладно. 14 дивизий, да? Ага, ага. Давайте вас отправим вот сюда вот. Ну, тут что-то у врага как... Ой, у нашего союзника как-то не очень. Дела обстоят. Так, а тут части уничтожаются. Просто отлично. Ну, а что? Мы так красиво, кстати, зашли. Красиво зашли просто. Так, давайте выдумаем вот здесь врага. Хорошо, хорошо, хорошо. Карл ставит под сомнение греческий суверенитет. Конечно же. Давайте все сюда, кроме одной части. Вот. Сейчас мы тут полностью через Нил пройдем. А то частичный проход мне явно не нравится. Ой, а танки что-то как-то вообще их падают. Просто танки, походу, вообще не способны воевать. Ну, смотрите, вы сами думаете, видите, да? Вражеские танки просто ни на что не годны. Они просто падают на раз-два. Наши пехотные части просто их размазывают. Я не знаю, что там за танки, либо что у нас за пехотные части такие. Но враги просто падают под нашим натиском. Дивизий мало, кстати. 24 дивизии здесь. 15-точные дивизии мало для этого направления. Но, между прочим, мы уже смогли Александрия-то забрать с вами. Я не думаю, что нам этого прям так уж реально мало. Посмотрим. Так, хорошо. Главное, Александрия под нашим контролем. Вот и получайте, говорится. Как говорится, да? Так, оставляем все вот эти части сюда, выводим. Одно оставляем. Ну, на оборону. На всякий случай. Так, нужны ли нам атаки здесь? Очень хороший вопрос, на самом деле. Ну да, атаковать без генерала, конечно, на самом себе гениальнейше. А у нас нету? О, у нас нет даже свободного. Виктор Данки функрашек. Давайте наймем нового тогда. Гунтер Берген. К сожалению, даже без красоты. Ой. Ой-ой-ой. Надеюсь, то, что как можно больше вражеских частей уберется и вступит в силу наша дивизия, но понимает то, что как-то нет. Тут очень сильно потрепанная дивизия. Давайте вводим их в бой. Ну и там где-нибудь, когда-нибудь нам удастся пробиться. Да, ДК нас мы взяли. Остает совсем чуть-чуть. Как говорится, совсем чуть-чуть. Ну что, ребят, давайте на этом будем серию заканчивать. Она получилась не очень длинной, но мы немножко укрепили наши силы, переформировали их, переделали, помогаем Российской империи. И готовимся к новым войнам, к войнам, к новым в Испании и в Дании. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать лайками, комментариями. И всем до скорых встреч. Пока-пока.